В этой лаборатории студенты Института химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского госуниверситета создали овощной мармелад. Стартап представили на конкурсе в рамках всероссийской программы «Навигатор инноватора». Работа победила, а в классическом вузе решили плотно заняться студенческими стартапами. Сейчас в разработке несколько проектов. Разрабатываем новые проекты, лекарственные средства, биологически активные добавки. Но это зависит от идей, с которой ты пришел. В данный момент я занимаюсь разработкой проекта лекарственной формы в виде жидкого пластыря, помогающей при воспалительных заболеваниях, таких как боли в суставах или в коленях. Все идеи возникают и реализуются в помещениях бизнес-инкубатора университета. Они располагаются в разных корпусах и предназначаются для нескольких направлений. Одно из основных — химия. Создать косметику, лекарственную мазь, крем или даже мармелад — все это можно сделать по лаборатории на базе студенческого бизнес-инкубатора Алтайского государственного университета. Но самое главное, чему здесь учат — это работать в команде. У них появляется видение продукта, сразу появляется понимание того, вообще можно его продать, нельзя его продать, нужен он, не нужен. Поэтому в команде не только химики, биологи, это экономисты, маркетологи, это физики, какая нужна упаковка, из какого сырья делать, какая нужна логистика. То есть сам концепт, идея, он в этом заключается. Заниматься в бизнес-инкубаторе может любой учащийся Алтайского государственного университета. Чаще всего это студенты старших курсов. За несколько лет они успевают разработать два-три разных проекта или сосредоточиться на одном и запустить его. Стартапы — еще молодое направление для университета. Но в будущем ученые планируют сотрудничество с другими институтами и университетами. Анастасия Целовальникова, Алексей Михайлов. Новости.